Открытый телеканал представляет Алена задает, по-моему, очень красивый вопрос. Вот строки она пишет из народных песен бушменов. В день нашей смерти приходит ветер, чтобы стереть следы наших ног, оставшиеся там, где мы прошли. Но если бы было не так, то было бы, будто мы все еще живы. Поэтому ветер приходит стереть следы наших ног. Вот Алена спрашивает, почему европейская цивилизация так хочет оставить после себя какой-то материальный след? Вещи, города, произведения искусства, книги. Почему нам важно, чтобы о нас помнили? Почему мы так боимся бесследно исчезнуть? А вот люди, живущие в гармонии с природой, не боятся. Наоборот, говорят, чтобы исчезли все следы наши. Вот почему это так происходит? Мы действительно хотим памятники оставить. Эгоизм? Эгоизм наш, он вынуждает нас заботиться о себе бессмертных. То есть мы не умираем после смерти? Да. Вот если бы я мог поставить такой памятник, колонну себе, которая бы стояла вечно, мне было бы не страшно умереть. То есть я этим продолжаю жить? Да. И все это будут видеть и знать, и не смогут, даже если захотят разрушить, вот памятник будет таким, что он будет вечным. И на нем, на постаменте, знаешь, буду гордо стоять и я. Что-то такое. То есть даже нет такого, меня не будет, а памятник будет. Я буду, да? Да. Это означает, что я буду. Для человека это все. То есть... А что, тело мое, мне ясно, что с ним будет. Вот. А в камне, чтобы меня вот так вот изобразили вечным, уважаемым, мудрым, это непросто. То есть получается, что эгоизм, он неистребим, даже и до смерти, даже и после смерти. То есть он такое, что-то такое невообразимое. Эгоизм, он выше смерти, это же сила природы. Это против Творца. То есть есть сила Творца, и эгоизм это против него. Так какой же наш шанс стать вот такими бушменами? А мы эгоизм переделываем. Мы его изменяем. Из чего, во что? Из вот этого вечного? Да. Мы ему даем вечность. Ты хочешь вечность? Пожалуйста. Хочешь совершенства? Пожалуйста. Известность. Что угодно. Но для этого ты должен измениться. Из чего в чего? Во что я должен превратиться? Из отрицания другого в любовь к другим. Вот этот процесс должен пройти человек, да? Да. Причем сам понять, сам пройти и закончить. Но существуют же искры вот этого вот понимания в момент, когда человек уходит. Он понимает, что это я с собой не возьму. Масса всяких существует историй. Это все литература. Литература, да? Все-таки человек остается с мыслью, что после меня останутся мои дела, да? Да. А он должен прийти к какой мысли? Что мне ничего не важно, только чтобы остановить все другим. То есть я ухожу, чтобы все осталось другим? А мне ничего уже не нужно. Ничего. Ни памятников, ничего, ничего. Ничего. Был такой фильм, назывался он «Все остается людям». Вот. Вот я хотел об этом тоже сказать. Это был такой, да, социалистический, коммунистический фильм. Я помню, даже кто там, Черкасов играет. Да, 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 Черкасов. Черкасов. Все остается людям. Такой благородный человек. И вот так на самом деле в идеале человек должен уйти. Да. Как мы знаем, с коммунистическими идеями это не прошло. Ну, это понятно, что не пройдет, потому что во главе этих идей стояли эгоисты. А если вложить в это каббалистический смысл, то как это будет выглядеть? То это будет выглядеть каббалой. То есть что я с этим эгоистом во мне делаю? Я его перерабатываю, но альтруиста. А почему там не получилось, а здесь получится? Во-первых, мы уже разочаровались во всех предыдущих измах и прочих теориях. Это раз. Во-вторых, мы понимаем, что иначе мы не сможем существовать. И мы должны понимать, что только в связи правильной между нами, которая станет основным законом общества, есть наше будущее. Где здесь высшая сила, о которой вы все время говорите? Вот здесь. В том, что мы ее сами сотворяем. Вот тем, что пытаемся соединиться? Да. Мы ее сами сотворяем. И если ее нет, этой высшей силы, значит, мы ее не сделали. Значит, мы не сумели, да? Да. И надо снова и снова пытаться? Обязательно. До каких пор? Пока не сделаешь. А как я пойму, что я сделал ее? Когда ты увидишь, что это работает между тобой и другими. Вы имеете в виду связь вот эта, да? Да. А как это работает тогда, скажи? А вот ты посмотришь на остальных и увидишь, что все желают счастья друг другу. Вот это и есть. Да. Это хорошо. Ну, хорошо же, чтобы вот так было все-таки. Хорошо. Я думаю, что нам еще долго придется... Идти до этого. Идти к этому, да. Но мы идем к этому. Это от нас не зависит. То есть, так или иначе, это будет? Это будет, да. Это будет, это от нас не зависит, но мы должны будем увидеть это. До встречи. Ну, пока не смотря. Была.